С того самого дня, как Малиновка презентовала свой новый автоклав Smart Chef, мне начали писать постоянно комментарии. А будет ли на него обзор? Говорю вам, будет. Всем привет, вы на канале Монах ТВ. В комплекте руководство пользователя. По нему каждый сможет без проблем начать работать на этом автоклаве. Здесь все настройки, режимы и даже рецепты. Ну и как всегда бонусы. Два набора специй для баранины и для птицы. Вот вроде бы мелочь, но она все-таки есть. Шпилька, которая вставляется в аварийный клапан, чтобы готовить на пару. Кассета теперь облегченная, с блинами, выпрессованными холодной штамповкой. Ну и вот дошли до самого автоклава. Он изготовлен на базе Малиновка Smart. Стенки из нержавейки, полтора миллиметра толщиной. Вверх крышка и дно, нержавейка 2 миллиметра. Ну и пойдем снизу. Здесь у нас кнопка включения и отключения сети. Юбка с вентиляционными отверстиями, которые предотвращают перегрев. И вот такой вот длинный шнур. Напишите, кого раздражают короткие шнуры на электронной технике. Меня прям вообще вымораживает. Вот хлебопечка, вот такой вот проводок. Я не знаю, к чему его подключать, только через удлинитель. Электронный блок управления, но к нему мы вернемся чуть позже. С обратной стороны кран для слива воды. Данный автоклав на 26 литров, как и все предыдущие мои малиновки. Для меня это самый оптимальный вариант на 14 банок 0,5 литра. На 4 банки литровых. Или 1 банка 3 литровая. Для данной модели установлен тен на 2,5 киловатта. Этого достаточно. И в нижней части кастрюли расположился щуп от термометра. Который позволяет точнее определять температуру внутри автоклава. И выводить ее на дисплей блока управления. И также это позволило убрать термометр с самой крышки. На крышке остался только один барометр. И аварийный клапан, который крепится на 2-дюймовый кламп соединения. Также к нему можно докупить дистиллятор. И легко можно заменить клапан на него. И у вас будет полноценный самогонный аппарат. Но возвращая обратно аварийный клапан на крышку. Всегда устанавливайте его так, чтобы он был расположен от вас. Как-то я тестировал не свой автоклав, а в нем был неисправен термометр. Я об этом не знал. Вернее я узнал, когда сработал аварийный клапан. Хорошо он был отвернут от меня в сторону окна. И алюминиевые жалюзи просто подпрыгнули от его сработки. Диман в соседней комнате такой не понял, что-то случилось вообще. Так что будьте осторожны. Соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих близких. Хоть и у всех автоклавов малиновка крышки выполнены по технологии Power Insight. Чем больше давления, тем плотнее прилегает к горловине. Но пока не набралось давления, нужно чем-то ее придерживать. У них идут вот такие планки. И вот они здесь доработали. Вроде бы простое решение, но очень полезное. Просто надели на барашки вот такие вот силиконовые проставки. И они предотвращают верх автоклава от обдирания вот этими вот барашками при закручивании крышки. Ну и конечно порадовали сварочные швы. Малиновка все больше автоматизирует свое производство. И вот результат налицо. Или как в данном случае на швах. Хорошие швы это конечно отлично. Но главная здесь особенность в автоматике. Подключаю сеть. Здесь у нас сразу идет меню. Готовые программы, созданные программы и создать новую. То есть вы можете пользоваться как готовыми уже программами, которые загружены уже в этот автоклав. Так можете создать свое. Простое управление. Влево, вправо, либо откатиться назад. Так, готовые программы. Окей. Автоклав предлагает вам режимы на пару или на воде. Ну, все знаете, что я готовлю на воде. Выбираем на воде. Также спрашивает, какого объема будете использовать банки. Вот здесь от 0,35 до 1 литра. Я выбираю их. Окей. Ну и режимы стерилизации. Мясо, мясо птицы, рыба, овощи, грибы. Мясо 120 градусов 40 минут. Мясо птицы 120 градусов 30 минут. Рыба 115 градусов 25 минут. Я бы все-таки увеличил до 30. В общем, все очень легко и просто. Разберется каждый. Я вот даже инструкцию не читал, как и вообще любые другие инструкции. Давайте уже перейдем к делу. Давно собирался приготовить сборную тушенку. Здесь у меня три вида мяса. Говядина, свинина и индейка. Брал так, чтобы в итоге получилось 7 килограмм и хватило на 14 банок. Я брал с излишком, потому что говядина на кости. Буду срезать сало со свинины тоже лишнее. Ну и в общем, чтобы получилось каждого мяса одинаково. Приблизительно. Сейчас обработаю, нарежу на порционные кусочки и продолжим. В итоге я сделал 6,5 килограмм мяса, 2 килограмма говядины, 2 килограмма индейки и 2,5 килограмма свиной шеи. Добавляю соль из расчета 10 грамм на килограмм. У меня здесь 65 грамм соли. Хорошенько перемешиваю и даю постоять 15 минут. Потом еще раз перемешаю и буду раскладывать по банкам. В каждую банку по одному небольшому лавровому листочку. Если крупный, то какую-то часть. Вот у меня сильно большой на 3 банки пойдет. 5-6 горошин черного перца. До 10 нормально. 2-3 горошина душистого. И загружаю мясо по плечике банки. У меня здесь оно хорошенько перемешанное. Поэтому все попадает в одну банку. И говядина, и свинина, и индейка. 6,5 килограмм и 13 банок у меня получилось. По 0,5 литра. Было бы 7, получилось бы 14. Банки закатываем крышками. Крышки предварительно заливаем кипятком секунд на 30 минимум. Чтобы уплотнительное кольцо размякло и плотнее прилегло к горловине банки. Ну и чтобы всякая грязь ушла с крышек, которая поналипла на них при производстве. Хотел еще лука добавить в эту тушенку. Но реально просто времени нет. Сейчас уже первый час ночи. А мне еще готовить. И завтра рано вставать. Так что Немножко пришлось сократить. Ну ничего страшного. Я изначально хотел без лука. Потом подумал, может быть лука добавить. И все-таки в итоге готовлю так, как планировал. Загружаем банки в кассету. Кассету загружаю в автоклав. Добавляю немного лимонной кислоты, чтобы не было налета от воды. И так как в данном автоклаве щуп-термометр расположен в дне кастрюли, наливаю воды сантиметра на 2-3 выше уровня банок. Включаю сеть. Выбираю готовые программы. На воде. Банки от 0,35 до литра. Мясо 120 градусов 40 минут. Все, автоклав начал свою работу. А я пойду отдыхать. Он сам проработает и сам отключится. Мне за ним следить не нужно. Набрал температуру 120 градусов и включился отсчет времени в 40 минут. Автоклав завершил свою работу и отключился. На экране появилась памятка. Не открывайте сразу. Подождите, когда автоклав остынет до 40 градусов. Я обычно открываю при 30-35. А еще лучше, когда остынет до комнатной температуры. Ладно, отключаем. Вытащил из автоклава 13 банок нашей сборной тушенки. Такая вот красивая получилась. Попробуем на вкус. Автоклав мне в целом понравился. Погоняем, посмотрим. Если кого-то тоже заинтересовало, не только автоклав, там у них много всего. И дистилляторы. В общем, сами переходите по ссылке, смотрите. Ссылку оставлю в описании. Единственное, в чем я не разобрался, это как посмотреть температуру. Допустим, я сегодня утром включил его. И там опять заново цикл. Вот эта установка программ. А где там температура какая на данный момент. Так и придется залезть в инструкцию. Ну, а нам осталось только продегустировать тушенку. Я, конечно, все понимаю, что тушенке нужно дать постоять. Хотя бы месяц. Но вы вот готовы ждать? Чтобы она у меня постояла там месяц-два. А потом бы я вам показал результат. Это я сейчас говорю для тех, кто впервые зашел на мой канал. Те, кто давно меня смотрит, знают, что я сейчас дегустирую. И могу потом еще через полгода, через год продегустировать где-нибудь на рыбалке. Так что смотрите мои рыбалки выезды на природу. И не забудьте подписаться на канал на YouTube и на Яндекс.Дзене. Вот такая вот красотища получилась из трех видов мяса. Сейчас мы все это и попробуем. Насладимся, так сказать, приятным. Обставился банками. Ну и, как всегда, первая проба без хлеба. Нежнейшее мясо попалось, скорее всего, индейка. Селенина. И говядина. А вы знаете, очень вкусно. Я думаю, вы даже не сомневались. Отличное мясо, отличная тушенка. И вот после того, как я приготовил вот эту сборную тушенку, у меня сразу мысль такая появилась. А представляете, вот, ну, например, тушку перепелки. Ее просто загружаешь в банку и обкладываешь каким-то мясом внутри и снаружи. То есть получается целиком тушка и еще и с мясом. Интересная идея. Ну и, как я уже сказал, подписывайтесь на мои каналы и следите, как я буду тестировать новые автоклавы. Малиновка обещала, кстати, еще там усовершенствовать. Так что ждем новинок. Ну и, как всегда, всем приятного аппетита. Пока!